Повод значимый исторический, а потому и торжественное мероприятие, состоявшееся в Академическом театре драмы, многолюдное и эмоциональное. Оно напоминало большую комсомольскую тусовку. Здесь можно было встретить тех, чья молодость неразрывно связана с ВЛКСМ. Бывших комсомольцев не бывает. Николай и Мария Жук – одни из наиболее ярких тому примеров. Годы своей юности они вспоминают с ностальгией. Для этих двух людей комсомол не просто организация, в ней они встретились, полюбили друг друга и поженились. Это было интересно, даже вот тот энтузиазм, который в то время был, какой-то подъем патриотический. Не было такого слова, что я не хочу, не буду, а если надо, значит ты идешь и делаешь ту работу, которая необходима. Наша судьба комсомол. Это судьба и семейная жизнь. И ее не удержала партийная работа за вором райкома партии Малоритска. И вернулась в Иваново. Я в Примаки туда не поехал. И вся жизнь наша последующая проходит в Иваново. Сын там живет, работает два внука замечательных. Черно-белые фотографии, вырезки газетных публикаций, книги, значки, комсомольские путевки, партийные билеты. Предваряла праздничный концерт «Историческая экспозиция». Все для того, чтобы передать и рассказать как можно больше современному поколению. Конечно, того союза молодежи уже давно нет. Но все, чего добились и обрели наши бабушки, дедушки, отцы и матери, сегодня поддерживается или сохраняется самой массовой молодежной организацией в стране – БРСЭМ. Я хочу видеть организацию, конечно же, более сильной. А силу ее будет в том, что когда молодежь будет активной. То есть, потому что на самом деле мы хотим черпать эти идеи. И, скажем так, мы хотим, чтобы у нас очень много направлений различных деятельностей. И мы не хотим вот распыляться, а точечно все эти направления реализовать. Нам не нужно, чтобы один молодой человек занимался всем, по чуть-чуть. Вы сами знаете, что когда человек занимается всем, может ничего не получиться. А если человек выберет в нашей организации то направление, которое ему интересно, и будет им заниматься и вовлекать молодежь в это направление, тогда действительно мы достигнем больших результатов. Отмечали 100-летний юбилей легендарной организации праздничным концертом с городским оркестром и лучшими творческими коллективами Бресской области. В ходе встречи были награждены лидеры комсомольских организаций разных лет и активисты нынешнего союза молодежи, которые продолжают идеи в ЛКСМ, интерпретируя их в соответствии с условиями, которые диктует современный ритм жизни. Во времена в ЛКСМ говорили так, что ЛКСМ – это кузница кадров. И это действительно так. Брес СМ должен тоже перенять вот этот лучший опыт комсомольской организации в ЛКСМ и сегодня действительно стать. И я скажу, что может быть не так быстро, но Республиканский союз молодежи, он все-таки перенимает то лучшее, что было у ЛКСМ и потихонечку внедряет в нашу жизнь. Виктория Саченко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.